Ну вот, 372 Двое поочередно подбрасывает игральную кость, выигрывает тот, у кого раньше упадет шестерка Представляем здесь выигрыши для каждого игрока Ну, будем рассматривать, например, первого игрока То есть у нас есть два игрока И они делятся вот таким способом Кидает первый Выкидает второй Если найдем вероятность того, что кидая первым, он выиграет, ну вот это, назовем его, п от а вероятность То вероятность того, что выиграет второй, она равна, ну вот на кое б, назовем, единица минус п от а Правильно, ну, чтобы это, то есть сумма всех вероятностей должна единица равнася Вот, дальше рассмотрим, например А, ну вот они бросают игральную кость Кость еще себе представляет квадрат, и она такая, ну, у нее шесть значение всего То есть вероятность того, что выпадет шестерка, чему равна То есть всего кубик у меня принимает значение один, два, три, четыре, пять, шесть, ну по числу грамм Ну шесть значение? Ну да, вероятность чего, как ему равна? Одна шестая Да, одна шестая Вот, будем рассматривать, например, первого игрока вот этого И напишем все возможные события выигрыша его То есть вот событие А, например, обозначим его А событие А означает, что выиграл, что он выиграл Ему благоприятствуют такие события, значит Допустим, у него первого выпала шестерка, да? Все, он выиграл Дальше нужно, ну, то есть сейчас нужно заправить вообще все возможные варианты выиграть первого игрока Второй вариант, когда он выиграет, это, например, он, снова рассматриваем, что он первый кидает Первым он кидал, например, не шестерку, обозначим это звездочкой То есть звездочка это, ну, то есть одничка, двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка Нет, пятерка, вот Четверка, да Он кидает первым, у него выпала не шестерка, проиграл, как бы считается Если второй снова выкидывает не шестерку, тогда у него появляется возможность третьим местом кинуть шестерку Тогда он выиграл в этом случае То есть это первый игрок, второй игрок, третий игрок Это снова выигрыш, такой случай В третьем смысле снова первый Да, ну то, что выиграл первый То есть за три хода я кинул, проиграл, он снова кинул, проиграл Я кинул, выиграл, вот у меня такой случай в реальность Если написать еще один вариант, снова я первую кидаю, например, кидаю не шестерку, потом снова он кидает не шестерку, потом я кидаю снова не шестерку, потом он кидает не шестерку, и вот я теперь на этот раз кидаю шестерку. Ну и понятно, так можно продолжать до бесконечности. И нужно все вот эти вот возможности учесть. То есть, когда мы считаем полную вероятность события, полную вероятность того, что он кидая первого выиграет, полная вероятность должна складываться из всех возможных этих комбинаций. Вот. Ну, дальше можно пойти так. Поменьше, сделай немножко Ладно, ладно Так, что там дальше Можно расписать это все Вот в этих числах 1 и 6 То есть вероятность здесь 1 и 6 Дальше вот эти 3 события Они попарно несовместны Поэтому нужно эти вероятности перемножать То есть какая вероятность У игрока Не выиграть Если у него вероятность выиграть 1 шестая То 5 шестых Мое обозначает Q Она равна 5 шестых Вероятность вот этого события Она равна Ну то есть Q проиграл Множить на Q проиграл И множить на выиграл Ну если просто это переписать То 5 шестых Множить на основу 5 шестых От которого это отличает соответственно И на 1 шестую На 1 шестую Дальше снова вот сюда пишем Ну то же самое Четыре раза просто перемножаем на 5 шестых Раз, два, три, четыре И снова на 1 шестую И так реально уже продолжать до бесконечности по идее Вот, ну давайте Посмотрим что можно с ним вообще сделать Видим что у нас здесь есть 1 шестая Здесь тоже 1 шестая Здесь 1 шестая И мы можем вынести на скобную землю Получается 1 шестая Отсюда выносим Отсюда выносим Получается 1 шестая Плюс 5 шестых И квадратик Дальше плюс 5 шестых в четвертой Плюс, ну и так далее То есть следующий в шестой Восьмой В четной степени перебираем Вот, дальше значит Вот эту Это у нас геометрическая прогрессия Убывающая Каждый следующий член у нее Меньше предыдущего То есть 5 шестых во второй степени Оно больше чем 5 шестых в четвертой Это геометрическая прогрессия с Ну убывающая Теперь Есть формула из математического анализа Которая выражает сумму То есть вот эту всю сумму Которая плюс и так далее Ее можно выразить через см Ну вот дальше как это нужно сделать Значит, для этого ряда Рассматривают b1 То есть b1 это первый член Первый член это единица Ну, я записан b1 равно единице Дальше второй член Он образуется так Значит, b1 Может на коэффициент q Но это надо не путать Вот с этим q Это другой q Обозначим штрих, например Коэффициент q в степени Вот я буду, что так сделаем В степени 2 минус 1 Ну, то есть вот эта двоечка Она идет вот сюда А, минус минус 1 Минус 1 И единичка Она Здесь всегда стоит минус 1 Вот, если написать для третьего b третьего Снова будет b первое b первое всегда на месте остается Умножить на q в степени 3 То есть она чтобы четное было, да? Минус 1 А, с чего? Ну, минус 1, чтобы четное было с 1 Нет, это просто формула для вот этих b Это я рассказываю про вот этот ряд То есть вот этот Для этого ряда Можно составить вот такие чисто b первое, b второе, b третье Ну, то есть весь этот ряд Весь этот ряд Можно записать Сцены равно как b первое плюс b второе Плюс b третье Ну и плюс и так далее Ну, понятно, что вот отсюда Можно найти коэффициент q Это то, насколько отличается Следующее значение от предыдущего Как множитель То есть я беру вот, например, вот этот третий 5 шестых 4 И делю его на предыдущий То есть это следующее Это предыдущий На 5 шестых Во второй Ну и здесь получается 5 шестых Снова второй 4 минус 2 Это у нас как раз вот этот q С чертой Вот этот q с чертой Он не меняется для следующего То есть если я рассмотрю 5 шестых В шестой степени Этот поделю на этот снова получается q во второй Вот Вот этот q как раз он стоит вот здесь Вот и дальше Вот этот все Весь этот ряд Можно записать как равно b1 Первый член Разделите на единицы Минус вот этот q То есть если просуммировать Все это правильно Там, если даже формула можно доказать Все это просуммировав Вот эта большая сумма Все, что нам нужно Она равна b1 Делите на единицу минус q Вот это с чертой Теперь если все это сюда поставить То есть посмотрим b1 чему Единицы равно b1 я тот сюда получил Так b1 Разделите на единица Минус Минус q Это у нас 5 шестых Во второй Вот Ну и теперь Посчитаем все Что у нас получается Единица Делить Единица Минус 25 36 Или это равно Так Здесь получается 36 Здесь идет А здесь остается У нас 11 11 36 Вспоминаем, что мы считали Вот этот весь ряд То есть мы Вот эту всю сумму Заменяем на то, что мы Здесь посчитали Вот он Это значение Этой всей суммы Вот то, что Вот это оно есть И равно Ну 1 шестая остается Все Вот это может скобочек Вот так поставить 1 шестая Сокращается У нас получается 6 6 11 Это мы искали Вероятность того, что Выиграет первый Ну и по этой формуле Вот по которой Я здесь написал То, что выиграет второй Единица Минус То, что у нас здесь получилось 6 11 5 11 остается 5 11 Ну и можно сделать вывод Что Вероятность того В этой игре Выиграет первому Гораздо Ну Более вероятно Выиграет первый Чем второй Потому что у него Вероятность 6 11 Получилось 2 5 11 Вот Ну все И тут дальше решили Вопросы есть Понятно То есть Вот и отряд Мы сделали Множество СБ Посчитали Куб И скорее Из этого Уже нашли Ну Чем угодно Багарна Вот это Множество Ну 36 Ну Да Ну То есть Самое Интересное С точки зрения Теории Вероятности Это составить Вот этот ряд То есть Нужно подумать Как составить Все возможные События Дальше Это уже Можно сказать Технический момент То есть Вот это все Из математической Анализы Можно даже Наверное В всяких Онлайнных Программах Это посчитать То есть Записать ему Вот этот Ну Это можно Как записать Через Н Вот эти Все То есть Можно Почитать Так 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 Технический момент Ну Вот Значит Решили Следующая Что у нас там 378 378 Вот Какова вероятность Того Что при прийти Бросаниях монеты Гевр Выбудет По меньшей Мере Три Раза Подряд Ну У вас есть Монета Ну Вот так Значит Плюс Минус Вероятность Выпасть Ну Пускай Это Герб Мне Герб Вот так Герб Сдел Вот Вероятность Выпадения Герб Ну Понятно Одна Вторая Вот Дальше Нам нужно Узнать Вероятность Того Что При пяти Бросаниях То есть Можно написать 5 Бросаний И Ну И напишем Три раза подряд Три раза подряд Вот Ну Теперь Нужно Вставить Вот это Событие А Которое Благоприятствует Нашему Исходу То есть Какие Варианты Вообще Возможны Три раза подряд Ну Смотрим Например Герб Ставим На первое место Значит Ну Остальные Два Тоже Тоже Три Герба И Остальные Три Два Значения Они Могут Быть Любыми Абсолютно Вот Это Первый Вариант Дальше Смотрим Это Я Рассмотрел Когда На первое место Постоял Герб Теперь Я Ставлю На первое место Например Решку Тогда У меня Уже В такой Комбинации Как бы Эта Вся Вещь Приползла На Единицу Вправо Ну И Снова На Последнем Месте Может Стоять Любое Выпадание Герб Или Решка Вот И Дальше Еще Один Вариант У нас Решка Ну Да Решка Да Нет Здесь Можно Записать На Первом Месте Может Выпасть Что Угодно То есть Сначала Герб Решка Потом Что Угодно А Здесь Уже Выпадет Решка Три Герба Вот Так Почему Так Сейчас Скажу Ну Вообще В таком Случай Когда У нас Есть Пять Ячеек Так Вот Значит Раз Два Три Четыре Пять Пять Ячеек Эти Гербы Могут Выпасть Либо Сначала Три Подряд Вот Первый Вариант Либо Во втором Месте Три Подряд Либо В третьем Месте Три Подряд Вот То Нас Интересует Когда Они Подряд Нас Интересуют Как раз Такие События Вот Если бы Тут стояло Например Вот так Вот То тогда Так Ну тогда Здесь Возможные Варианты Что Четыре Четыре Герба Выпадет Четыре В первом Тоже Да В первом Тоже Четыре Ну то есть У нас Получается Условие Это все равно Загна Жесткое Что Три Раза Подряд Четыре Да Три Раза Подряд Ну вот Если Геб Ну здесь Они точно Три Раза Подряд Выпали Нам Без Раза Что Выпало Здесь Но здесь Если мы Поставим Герб То Она Здесь Выпадет Четыре Раза Подряд Такой Вариант Нас Нас Немю Встрет Настрой Тут Такой Вариант На Загой Сторон Здесь Тоже Четыре Можно Везем Так Посмотрим Что Он Газачем Нет Вот Изначе Есть Решение Можно Просто Подряд Выписать Все Какие Еще Возможные Варианты Вообще Тогда Если Напишу Здесь Вот Так У нас Пора Идет Так Вот Так Вот Вот Один Герб И Герб Герб Вот Так А Да Один Лично Вот Возможно Два Таких Вариантов Внутри Есть Вот Так Так А Ну да Правильно Задача Рескажена Что Нужно Найти Вероятность Того Что Поменьше Мир Мир Поменьше Мир Ну и Соответственно Вот Такое Событие Оно Как раз Так Сейчас Сооружу Задача Вот Так Рассматривать Вот Так Вот Так Вот Так Не Пишут Вот Так Четыре Герва Подряд Возьмем И 10 человек нужно. Лешка, герб, герб, герб. И решка, герб, 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 герб. Вот так. Задачу они сделали только вот как в самом начале третьей, да, у нас? Ну, звездочка, решка, три герба. Ну, учебники. Да, учебники вот так. Вот эти моменты они почему-то не стали брать. Да, давайте рассмотрим, значит. Вот тут. Вот это отвечает нашему самоде три герба подряд. Это вот здесь вот так нужно написать. Это отвечает тоже три герба. А лучше, наверное, вот так сделать. Вот эти последние рассматривать. Это нам подходит. Это тоже нам подходит. Вот это нам тоже, в принципе, подходит. Четвертая, по меньшей мере, в три раза. Да, тоже подходит. Ну, значит, правильно, скорее всего, вот так рассматривать это. Потому что эти все четыре нам подходят. Значит, все эти возможности нужно учитывать. Ну, и дальше, как искать вероятность этого события? Это нужно перемножать вероятностью соответствующей вероятности. То есть, в герб выпадает у нас вероятность одна, вторая. И так три раза. А они перемножаются, потому что... Ну, они должны одновременно выпасть три подряд. Соответственно, вероятности должны перемножиться. Вероятности того, что выпадет герб или решка, она равна единице. Потому что... Ну, а это говорит просто о том, что выпала монета. То есть, здесь единица, здесь единица. Дальше вероятность выпать решка. Одна... А, это что там? Ну да, одна, вторая. И трех гербов тоже одна, вторая. Ну, и вероятность этого события снова единицы. Нужно единицы. Дальше здесь смотрим. Вообще, вот это событие, оно повторяет очень похоже вот на это. Ну, если по-честному это все складывать, значит, здесь нужно одно... Ну, то есть, вероятность каждого этого события по одной, второй. То есть, одна, вторая в пятой степени. И умножить все это нужно на четыре. Потому что у нас четыре таких события. Вот. А, ну да, понятно теперь, почему так делать. Потому что внутри вот этого первого события, здесь же, если все выписать отсюда, все возможны. То есть, здесь тоже содержится событие герб-герб-герб-герб. То есть, это сделано, чтобы дважды не учитывать такое событие. Ну, видите, если здесь выпадает герб-герб-герб-герб, а вот если в таком событии я запишу тоже две звездочки, тогда здесь тоже возможен вариант герб-герб-герб-герб. Но я бы уже учел в первом варианте. Поэтому мы его отсюда исключаем. Так, одну убрали. Значит, у нас осталась четвертая степень. Теперь начнем дальше смотреть. И что у нас осталось? Вот это. Вот такой вариант. Угу. Такой вариант, он возможен вот здесь вот. Нет, не где. Где он возможен? Сейчас скажем. Вот. Он вот здесь возможен. То есть, внутри вот этого события. Да. То есть, как же. Да. Внутри этого события лежит решка-герб-герб-герб-герб-герб. Ну, потом что-то сюда. То есть, вот мы, соответственно, это снова убираем. Осталось во второй степени. Да. Я написал в пятой почти. А, нет. Ну да. Не то, сколько же. То есть, в пятой степени. А здесь нужно было четверку, наверное, с вами же. Да. Вот осталось два вот этих события. И смотрим, вот эти события повторяются где-нибудь у нас. Вот такое событие. Где оно повторялось? Так, ну, в таком порядке. А, в таком порядке. Вот у нас как раз и остался вот такой вариант. Вот. То есть, все обосновано. То есть, в учебнике правильно все написано. Ну, и дальше все это, ну, разобрать, все это здорово. Так, сейчас подальше взявим. Ну, понятно, рассуждали, да? Да, да. Примножить. Ну, да. Что получается? Примножить. Ну, вот если можно заметить, что... А, ну, на два умножить. Здесь получается одна восьмая. Два, четыре, восемь. Два, четыре, восемь. Одна восьмая. Два, 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 четыре, восемь. amozenie? Шестнадцать. Одна шестнадцатая. Одна понятная. Ой, да... Тоже ли, здесь одна шестнадцатая, тоже? Да. Четыре. Два, тридцать два. Да. ...тридцать два. Одна, 32. умножить на 2, получается 2 четвертых, это вероятность того, что 3 герба будет появляться, ну вот, здорово. Еще формулу, как вы там, формулу вернули, проходили вы, она записывается так вот, PNM и вот здесь стоит P равно чему-то, не было такого, то есть если ее расписать, если ее расписать, то она получается как CNM, P в степени, а, P в степени M и 1-P в степени N-M, вот такой не было в степени. Так, он какой-то знакомый, я не помню. Ну, CNM это что такое? C это... ну, она через факториал расписывается вообще. Да, ну вот, C есть, это биномеральный коэффициент. Вот, ну, как бы здесь можно подробно с ней виноваться, то есть ладно, если такое было. А, ну вот, мне кажется, помните. Я не помню. Я не помню. Ну ладно, ну, в любом случае, вот C это просто какое-то число, P это вероятность рассматриваемого события, а N и M это числа, ну вот, по иллюстрию, например, вот. Эта формула дает вероятность того, что, например, при десяти испытаниях, N равно 10, у меня событие какое-то, которое происходит с вероятностью P произойдет M раз, ну, как это можно сказать, например, я, так, ну, 10, я, например, стреляю, ну, или кидаю решку 10 раз подряд, то есть, я просто кидаю 10 раз, вот у меня N равно 10. Я хочу найти вероятность того, ну, для решки у меня одна вторая вероятность, чем я делюсь, я хочу найти вероятность того, что при десяти испытаниях у меня это событие произошло 3 раза, просто 3 раза, то есть, вот эта формула, она, в принципе, могла помочь нам решить эту задачу, потому что сюда просто нужно подставить, что, ну, вот я говорю, что при пяти выбраться в основании герба монет с вероятностью одной-второй у меня три раза произойдет событие, выглядит герб. Но эта формула, она не учитывает порядок, то есть внутри нее могут содержаться вот такие события, герб, герб, герб. То есть если посчитать по этой формуле, то для этой задачи она будет равна одной-второй. Но это полезная формула вообще тоже, как бы она говорит о вероятности наступления m количественных исходов. Но она не учитывает порядок, то есть здесь нам нужно было учесть, чтобы герб выбрали подряд, но у нас она считает формула, что всего три раза он выпадет, но неважно в каком порядке. Ну вот. Ну в принципе это дальше пригодится еще, сегодня конечно пригодится. Так. Ну дальше. Вот. Интересная задачка. Электрическая цепь из напряженной рисунки, вот эта. Собраны из шести элементов. Каждый элемент незамисимо от остальных элементов проводит включенный, момент включения с вероятностью p проводит, а с вероятностью q единицы минус p не проводит ток. Вот. Нужно найти вероятность того, что цепь проводит ток. Ну если рассматривать, например, только вот этот один вариант, ну один, один проводник, хитрый. Так. Задача A, тут 90. Вот один проводник, у него вероятность провести ток равно… А, нет, здесь не 1, а здесь просто p. Здесь не сказано, нужно вывести в общем виде. Ну вот то есть для такой схемы, когда у нас есть один всего элемент, у нас как бы все просто. Мы сразу, ну если у нас сказали найти вероятность того, что проводят Мы говорим, у нас сразу P равна и все Дальше, поскольку мы добавляем сюда Один проводник Ну вот такую схему Давляем То уже задача как бы сложнее становится Нам нужно учитывать не только как этот проводится Но еще и вот этот Вот эта схема Вот, значит Разберемся сначала со вторым случаем С вероятностью провести вот этот Значит, какие возможны варианты Вообще, что эта цепь проведет ток Ток может пойти, например, вот таким образом Раз вариант Может пройти вот таким образом, два варианта Но еще нам было как раз такое, что оба начинают провести То есть вот такой вариант еще Ну ток все равно пойдет Ну он скорее всего пойдет, наверное, одинаково разделится Если у них, кстати, сопротивление одинаково То ток пойдет Одинаково, да Ну главное, что в благоприятстве три события Вот, соответственно А единственный вариант, который у нас остался Это то, что оба не проводят То есть, если, например Я могу искать вариантность того, что Например Первый провел Второй не провел Плюс Первый не провел Второй провел Плюс оба провели И плюс последний вариант, который остался Оба не провели И вот это равно единице Так вот, удобно искать Мне нужно найти вот эти три случая Которые я так же сказал Что вот так, вроде так Их можно все не считать Можно посчитать только вот этот Вероятность того, что они не провели Потому что Ну, здесь единичка стоит Я выражаю всю вот эту вещь Она равна Единица минус Вот этот xx Это когда Оба эти элемента не провели ток Ну и вероятность того, что Они не провели ток Она равна единице минус Вот такое событие А такое событие ищется Давайте скажем формулу Если вероятность не провести ток То есть p провести Пройдет А q равна единице минус p Проведет ток Как найти вероятность того, что такая схема Не проведет ток Одновременно должно произойти событие Не провел и не провел Одновременно провел и не провел Не провел и не провел То есть одновременно То есть оба не провели Да, оба не провели как найти эту вероятность? АП у нас это вероятность провести только, а Q вероятность не провести только. Ну так же как в прошлой задаче вспоминать, если у нас было, чтобы даже какой-нибудь выдает кусок, что два герба подряд мы что делали с вероятностью? Складывали? Нет, здесь два герба подряд внутри. А, здесь перемножали? Да, ну соответственно, здесь что нужно сделать? Здесь тоже нужно перемножить и ну нахуй. Думаю, нет, почему не провести, только норово. Ну давайте снова. Снова сгерба. Вот я хочу, чтобы мне выпало два герба подряд. Вероятность того, что появилось герб, равно одна вторая и вероятность то, что тоже выпаде герб, одна вторая. Я хочу, чтобы у меня два герба подряд выпало, чему равна вероятность такого события. Одна вторая на одна вторая. Вот одна вторая умножка на одну вторую, правильно. Так, а у нас тогда получается q, ну, 1 минус p, принадлежае на... На что? На 1 минус p. Вот так, как я имею в виду? Да. Ну, это правильно, да. Ну, как бы у нас сказано по условию, что мы можем q, 1 минус p, заменить на q. Ну, я все это стираю, то есть просто у меня получается q на q, q вку драть. Ну, и дальше второй, с третьей схемой. Что у нас там? Просто три элемента параллельно стоят. Здесь все три элемента. Ну, вот. Теперь снова такой же схемой воспользуемся. Можно найти вероятность того, что эта схема проведет ток с вероятностью... Какой? Так, ну... С какой она вероятностью проведет? Не проведет. Да, проведет. Но можно рассматривать, с какой вероятностью она проведет. Это как единица минус вероятность того, что не проведет. Вот а с чертой. Надеюсь, то же самое, получается, нам нужно, чтобы они все три не провели. Да. И, значит, если у нас вероятность, что она не проводит, это 1 минус p, то это минус, ну, получается, q в кубе, и все. Да, правильно. Единица минус q в кубе. Ну, и, соответственно, нам что осталось? То есть вероятность провести ток здесь равна p. Нам просто дано по условию. Ну, и ответ можно записать. То есть вероятность провести ток равно... Смотрим, здесь p равна. p умножить на единица минус q. Да, умножается. Единица минус q. Эти вероятности должны умножиться, потому что они одновременно должны. То есть, а если бы я рассматривал, что какая-то одна из них проведет ток, то да, они должны были складываться. А здесь они должны все одновременно наступить. Ну да, то есть сток пойдет по цепи, только тогда все вместе. Да, тогда все вместе. Поэтому они тут перемножаются. Квадрат и куб. Вот. Решили первую часть задачи. Вторая часть задачи нужно... Известно, что эта цепь не проводит ток. Вычислить вероятность того, что этот ток не проводит участок первый, второй или третий. Ну вот. Отсюда сразу можно найти вероятность того, что не проводит ток, а чем она равна... Единица минус... Да. Единица минус... Эта вещь. Словно вероятность. Вот. Отношение NAB к NB. Вот она. Вот по этой формуле нужно считать. Если у нас A и B случайные события... Думать их из кода. Ага. Ну вот если эту формулу к нашей задаче рассмотреть. То есть B это вероятность того, что цепь не проведет ток. А вот это PAB вероятность того, что цепь не провела ток и она не провела за первый. То есть A это вероятность того, что какой-то конкретный блок не проведет. Вот так нужно рассуждать. То есть пишем значит PAB равно вероятность того, что цепь не провела ток. Ну у нас... Ну пускай так будет сделано. А здесь одновременно произошли события первая цепь не провела ток. И в сумме вся цепь не провела ток. Ну вот все вот это PAB все равно кукаты. Нет, это как-то неубедительно мне кажется. А кукаты это у нас что было? Это вероятность не провести ток. То есть для первой цепи вот такой. Это у нас вероятность не провести Q для второй цепи когда две. А там Q в квадрате и Q в кубе. Ну вот даже если посчитать отношения как долю тех исходов благоприятствующих событий у B, которые благоприятствуют и событию A. А, ну да, значит, то есть это событие благоприятствует тому, что цепь в сумме не провела ток и то, что она не провела из-за первого. Ну вот вероятность как раз это. Да, получается и A и B. Ну как бы благоприятствуют им, да. Понял. Ну да, да, да. То есть A не провела первое. А B то, что в сумме не провела. А B то, что в сумме не провела. Ну вот, то есть здесь нужно более простую вариацию смотреть. То есть для формулы какой-то, как она называется, вернули. Для BES как более сложные задачки нужно рассмотреть. Вот. Можем прямо сейчас поговорить про вот эту формулу BES. Есть большие задачи у меня. Как бы все задачи решились, только домашние остались. Мы не можем домашние решить. Ну и закончить. Так, а домашние они, собственно, на BES, да уже? Нет, это из-за этого же... Нет, здесь нужно такие же рассуждения ввести. То есть какова вероятность того, что при пяти бросаниях игральной кости шестерка выпадет не менее трех раз подряд. Ну это в сущности точно. Вот это же задача, только здесь вероятность будет там... Ну немножко другой ряд. Потому что соберите. Ну я понял. Давай это лучше надо. Потому что... Надо все равно со мной святыше. Так лучше будет. Ну да, давайте. Учебник есть или вы перепишете это задание? Ну или в принципе я как бы вот эту видеозапись-то выложу тогда. Да. Вот это сейчас записывать. Да. И на этом же канале, да? Ну да, но можно наверно... Ну то есть еще одного человека. Ну могу выложить наверно. Ну или я могу почту допустим написать. Или вы мне эту ссылку ставите где? Да, давайте так.